7 марта сегодня и пока в украине пытаются определиться с тем покупать или не покупать потому что не купишь обидится скажешь то что меня за женщину не считаешь а купишь может выйти за русским военным кораблем послать так что мы в несколько двойственной ситуации все тут находимся то в россии определились с тем что такое лучший подарок на 8 марта лучший подарок для женщин на 8 марта в российской федерации в этом году это новая беременность так заявил депутат государственной думы российской федерации милонов никогда в жизни не цитировал милонов на этом канале потому что мне казалось ну клоун клоун я клоунов старался обходить стороной но что-то я понял что они всерьез все ну там на россии я имею ввиду все что мы думали что это клоунада это уже оказалось абсолютным мейнстримом вот помните в начале войны говорили что только самые такие фрики и городские сумасшедшие предсказали полномасштабную войну задолго до нее оказалось что они были правы так вот оказалось что милонов ты просто предвидел вперед политику российской федерации политику путина россии партии совершенно серьезно гречит вообще не шучу он то всю эту чушь несет уже много лет а теперь он главный потому что да и он заявил что надо значит подарить беременность обязательно беременность я считаю что лучший подарок для женщины это новая беременность ребенок самый настоящий радость от бухла похмелья и все пустая посуда ощущение бэушности вот так от бухла ничего хорошего нет поэтому говорит милонов мужчины должны быть мужчинами если возможно если нет тогда используются цветы и так далее тут я до конца не понял его мысль это может еще что-то более передовое то что еще в россии не все поняли что в будущем надо будет процессе вот этом как-то использовать цветы как но не как-то же использовать не знаю даже как-то было плода овощи я понимаю там кабачок не знаю лук порей ну какие цветы ладно это к милонову меня не спрашивайте честно простите меня значит используют цветы главное не спаивайте женщин не спаивайте чтобы не было массовых попоек а то 8 марта попойки дело доходит до отношений результате зачатия в пьяном виде такого не должно быть ну тут я вот поправлю милонову попрошу внесу свои пять копеек то что он еще раз говорю не шутят они реально у них реально это православие реально вся вот это повысит рождаемость потому что они правда знают теперь они правда научились всего у сектора газа у ясера арафата что матка российской женщины главное оружие российской федерации вот эти все слоганы абсолютно стали реальностью но если они собираются рожать этих детей исключительно для войны то есть то какая им разница какой у них будет мозг пьяное зачатие даже лучше крезвую мозг жидкий и голова легче пролезет через тазобедренное вот это вот все зачем им нужны люди с твердым мозгом я не понимаю они все равно их будут привязывать к бтром и бросать на фронт хотя бтр в тому время когда вырастет не будет но привязывать к чему-нибудь и бросать на фронт будут чему там еще останется к чему привязать ужасно на самом деле я вот все вот это начало оно совершенно не шуточного меня ужасно то что россия дошла такой стадии до такой степени деградации это пугает меня это пугает уже они смешит потому что они все это делать будут сейчас всерьез а другой депутат госдумы алексей журавлев он поздравил аллу пугачеву с 8 марта ну как поздравил призвал срочно ее объявить иностранным агентом чтобы она больше не могла получать деньги из россии причем все это из-за того что она обидела стаса михайлова я бы вообще про это молчал тоже но пугачева стас михайлов я этих слов не очень знаю да но дорогие мои друзья зрители канала штельман вчера самый популярный коммент на канале штельман был правду пугачева и стаса михайлова всем понравилось как она ответила стасу михайлов нет у меня тоже понравилось просто мне было нечего добавить мне было нечего добавить к высказыванию но зацепились то все за что алла пугачева отвечала стасу михайлову который наехал на уехавших очень сложная конструкция понимаю внутри своего обращения стасу михайлову который наехал на уехавших алла пугачева сказала что нормальные люди не собираются возвращаться в россию это из-за дела государственной думы российской федерации и все российское руководство выяснилось что нормально люди не собираются возвращаться они то думали что нормальные люди вот-вот станут и вернуться что пока остались только психбольные тип милонов которые дарят беременность на 8 марта. Но скоро вот-вот подъедут нормальные. И у них снова жизнь начнется. Нет. Алла Пугачева права. Нормальные не приедут. И, кстати, что меня приятно удивило в этой истории с Аллой Пугачевой, это отношение украинцев к этой певице, к ее заявлениям. Потому что, пожалуй, похоже, это единственный человек, который, вот помните, она пела, соединяет берега седой паромщик. Вот, похоже, она единственная, кто как-то соединяет сейчас берега. То есть человек, которому и среди хороших русских хорошие отношения и среди, по-моему, украинцев в целом тоже хорошие отношения к Алле Пугачевой. Мне, по крайней мере, так показалось. Может быть, я ошибся. Пишите комментарии, ругайте меня. Но отметил я это именно из-за такого, насколько она стала тем самым каким-то мостом последнего, что ли, Аллы Пугачевой. Ну что ж, кто может, тот и может. А нормальные люди зачем туда возвращаться, если у них помешанный президент, сумасшедший, как там этот замсовет председательства безопасности. Это я сейчас говорю про тех, кто со справками от Байдена или про тех, кто со справками из Еврокомиссии. Ну вот сейчас еще про один случай расскажу. Вот сейчас, прямо у меня сегодня день этого психического здоровья. Ну простите. Случайно. Я вот не подбирал это подряд, но кое-что вызвало мое оживление. Это попытка управлять Украиной, не привлекая внимания, сами знаете кого, которую вчера предприняла активно Юлия Латынина. Зачитаю сначала ее вчерашний текст. Пока я буду читать, у вас есть самое время подписаться, потому что до сих пор 377 тысяч подписчиков на канале. А я очень рассчитываю, что мы встретимся с вами в воскресенье в 19.00 на стриме и отметим 380. Круглую цифру. Но для этого надо подписаться. Пожалуйста, 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 сейчас подпишитесь на меня. Ну пожалуйста, мне очень надо, мне очень хочется, мне очень грустно, когда он меня не подпишет. Лучший подарок Михаилу Штельману на 8 марта, это подписка на его канал. Те, кто уже дарил мне подписку, подарите мне лайк, подарите мне комментарий. Ну поздравьте меня как-то. Ладно. В общем, Юлия Латынина. Я потом объясню, почему я это зачитаю, потому что в этом коротком тексте это как бы апофеоз, это концентрат, это большой концентрат всего, что пытаются как бы нам навязать, как мне кажется. Поэтому мне придется разобраться в этом по пунктам. Да, иногда в некоторых сортах нужно разбираться вот той и субстанцией, которой вы сейчас подумали. Итак, Юлия Латынина, 18+, настоящий материал, произведен иностранным агентом Латынина Юлией Леонидовной. Ну над этим я шутить не буду, это ее преследует Россия, поэтому она размещает такие плашки. Елена Зеленская отказалась сидеть на State of the Union address президента Байдена рядом с Джилл Байден, потому что рядом должна была сидеть еще Юлия Навальевна. Это я сейчас отвлекаюсь, помните, да, вчерашняя история, что, дескать, якобы, это по сообщениям в Вашингтон-Пост, что предложили Елене Зеленской сесть за одним столом с Юлией Навальной на обращение Байдена, она там отказалась быть. Ну не она лично, естественно, офис официально. Тот самый момент, это я уже дальше цитирую снова Юлию Латынину, когда ВСУ отступают после Авдеевки из-за нехватки снарядов и непостроенных заранее укреплений, когда Украина отчаянно просит снарядов и пакеты помощи на 60 миллиардов долларов, напомнит лишний раз, что борьба против небутерброда важнее, это какой-то невероятный инфантилизм. Этот инфантилизм рождает вопросы и дает предлоги тем, кто и так не особенно хочет помогать Украине, а отсутствие помощи оборачивается новыми тысячами трупов, прорванными укреплениями, адом. Зато сколько лайков можно собрать в соцсетях. Точка, конец. Цитата из Юлии Латынина. Российская оппозиционная журналистка. Давайте так, она, некоторые считают, что она не оппозиционная, если бы она не была оппозиционной, к ней бы не ходили наши спикеры, правильно? Раз наши спикеры с ней разговаривают, значит она считается оппозиционной журналистой. Ну, к Соловью уже не ходят, так? И точно вот, а там три следуются в России. Тут вопросов вроде бы нет. Мне кажется, что любой российский оппозиционер, любой сейчас, должен заниматься только одной страной, Россией. Потому что в России очень все плохо. Ну, прям не очень хорошо. Там лучший подарок на 8 марта, это новая беременность. Там Пугачеву собираются обливать иностранные монеты. Там есть чем заняться в России. Мне так кажется. И мне кажется, что российские оппозиционеры не много пока смогли сделать за, я не знаю, сколько лет. Ну, давайте там. С возвращения Путина к власти прошло 12-13 лет, с тех пор, как он уже незаконно занимает пост президента РФ. Есть чем заняться. Но нет. Юлия Латынина решила заняться. Я ее привожу как пример, потому что много разных. Но у Латынина это просто, еще раз говорю, концентрат, апофеоз, вмешательство российской оппозиции в украинские дела. Итак, какие же замечательные советы дает Юлия Латынина, прошу заметить. Во-первых, она знает, что нужно, оказывается, было, ну, что нужно делать супруге президента Зеленского. Она знает лучше. Лучше, чем супруга Зеленского, лучше, чем офис президента Украины. Но она точно знает, как надо. Вот она знает. Причем, что офис президента вчера официально сказал, что Елена Зеленская не поедет в США, потому что она встречается с детьми из детских домов. Но Юлия Латынина уже решила за нее, почему она не поехала. Дальше. Она знает, как надо. Она знает, как получить 60 миллиардов. Понимаете? Вот, блин, весь мир бьется. Все такие бьются. Украина бьется уже несколько месяцев, чтобы получить эти 60 миллиардов. Шольц ездил просить у Конгресса, чтобы выделили эти 60 миллиардов. Столтенберг ездил выступать перед Конгрессом. Байден уже несколько раз вызывал себе всех руководителей Конгресса и не смог получить 60 миллиардов. А Юрий Латынин знает, как. Отправьте Елену Зеленскую, конечно, сразу дадут. Так получается. То есть она лучше знает, чем наше политическое руководство, чем украинское. Она как бы не догадывается, что присутствовать на речи Байдена это вмешиваться в предыборную гонку, что вот сегодня, вчера, точнее, снялась Ники Хейли с выборов и, соответственно, единственный оппонент Трампа. Соответственно, выборы точно будут Трамп против Байдена, что Трамп позвал Байдена на дебаты и что как бы там сейчас сидеть, это, в общем, дразнить гусей. Это она не знает, не в курсе. Но нам советуют. Это первый совет она дает руководству Украины. Прямо говорит, значит так, туда не езжайте, езжайте сюда и. Следующий совет, который вот это, за то, сколько лайков можно собрать в соцсетях. А я вам вчера говорил, я считаю, что один из достойных резонов не сидеть рядом с Юлией Навальной для Елены Зеленской. Именно в этом и состоит. Потому что народ Украины против категорически. И вчерашние, кстати, ваши комментарии меня только в этом убедили. Я абсолютно уверен, что если провести сегодня опрос, то минимум 90% украинцев, минимум, почему я уверен, на основе прошлых разных опросов по отношению к разным людям, минимум 90% украинцев будет категорически против того, чтобы Елена Зеленская сидела задним столом с Юлией Навальной. Прямо, да, 90%. Это будет именно так. И поэтому, да, конечно, будут дизлайки. А Юлия Латынина объясняет, как управлять государством. Дело в том, что Украина управляется вот так, волей народа. У нас, если народ, 75% народа говорит, мы не хотим, 85, кстати, мы не хотим проводить выборы, то выборы проведены не будут. Если подавляющее большинство народа говорит, нет, Янукович не будет нашим президентом, то он не становится президентом. Если подавляющее большинство говорит, мы не будем подписывать с россиянами никакого компромиссного соглашения, то мы не будем подписывать с россиянами никакого компромиссного соглашения, пока не будет по-другому. Если большинство народа Украины говорит, мы хотим вступать в НАТО, то Украина будет вступать в НАТО, а не в Таёжный союз. Это называется народовластие. Но этого не понять, видимо. Ну как же, лайки это плохо. Нет, лайки это тоже хорошо. Да, потому что авторитет Зеленского держится на доверии народа, больше ни на чём. Не на его военных победах, а на том, что за него большинство народа. Поэтому он имеет полномочия такие и на фронте, и в тылу. Вот авторитет Путина, российского президента пока что еще, держится на чем? На том, что у него много автоматчиков, пулеметчиков и ментов с дубинками. Вот на этом держится его авторитет. Авторитет Зеленского на народном доверии, поэтому он не может идти против поля народа. Это нормально вообще-то. Это нормальный способ управления страной. Вы сначала сделаете там у себя в России нормальный способ управления страной? Или вас российский способ устраивает, что вы решили украинцам дать совет, как тут управлять страной? Ну так получается, да? То есть в России вас устраивает? Вы же оппозиция. Так может вы сначала в России как-то сделаете, чтобы там вас устраивает? Или вас устраивает то, что там при помощи дубинок управляется? Ну потому что там вы сказали, так, Путин сказал, вот это за то, сколько дубинок. За то, сколько дубинок. Так? Давайте вы сначала наладите управление своей страной, а потом будете давать нам совет. Когда ваша страна будет управляться лучше нашей. Пока Украина управляется сильно лучше. Во всех рейтингах в разы обгоняет Россию, в чем угодно. Наведите порядок в своей стране, а потом давайте советы сюда. Как управлять, как принимать политические решения. Но это же не все. В этом тексте это же не все. Вы же заметили, чем там происходит манипуляция? Тем, что якобы, вот смотрите, ВСУ отступают после Авдеевки из-за нехватки снарядов и непостроенных заранее укреплений. А это откуда взялось? Это что за военный такой эксперт Юлия Латынина? Это откуда такие советы нам, как нам укреплять эти укрепления, строить после Авдеевки? Она тоже разобралась в этом? Она была там? Она была где-то в Украине или что? То есть нам тут рассказывают, что мы тут плохо строим укрепления. Плохо воюем, неправильно воюем. А точно надо учить именно в вооруженной силе Украины, как воевать? Не, ну точно или не точно? Может, не точно? Может быть, пусть российский оппозиционер, если есть российский оппозиционер, пусть он учит российскую армию, как воевать, а не украинскую. Ну, например, дайте совет российской армии уйти с территории Украины, если вы оппозиционер, если вы против войны. Дайте совет российской армии, встаньте, развернитесь, уходите из Украины. Ах, они вас не послушаются, а наши послушаются, да, вы думаете, армия вас? Вооруженные силы Украины вас послушаются? Так может сначала дадите совет своей армии, потом добьетесь, чтобы ваша армия этот совет выполнила. Ну как-нибудь добьетесь, я уж не знаю как. И когда мы увидим, что ваша армия все делает блестяще правильно, так как вы скажете, тогда мы как-то начнем только прислушиваться к вам, а не наоборот. Вы хотите, чтобы кто-то вел диалог с Юлией Навальной? Так вы ей совет может быть дайте, чтобы она сначала высказалась по Украине, объяснила свою позицию, ну раз она оппозиционный политик теперь, пусть она выскажется. Я, кстати, этого не требую и не добиваюсь, это говорю вы, потому что я понимаю, у нее траур и так далее, ей может быть не до этого. Но вы хотите, чтобы с ней вели диалог, но диалог только возможно только после объявления политической позиции, а не до. Понимаете, вот с этими укреплениями, укрепления неправильно были построены, где именно? Ну конкретно скажите, а где их надо было строить? В каком месте? В Ласточкино? А Ласточкино на какой высоте над уровнем моря находится? Или под уровнем моря, вы знаете? А точно надо в низине строить укрепления, а не наверху? В этом разобрались тоже или нет? Или просто кто-то сказал, какой-то добрый неизвестный нам дядя или известный, что неправильно построили укрепления, а вы ретранслируете? Почему я настолько на это обращаю внимание? Я сейчас скажу, да что вы ей уделяете внимание? Объясню. Потому что письма, письма, письма. Мне пишут, а Латынина сказал, а Латынина сказал. А в разговоре с Латыниной вот это сказал, вот это сказал. И мне нужно всех успокаивать. Всех приходится успокаивать, да? Ну а что делать? Разводят панику вот такими, такие управленцы Украины. Давайте каждый будет своим управлять. Вот смотрите. Зеленский отвечает за государственное управление. Он будет принимать вот эти решения. Армия будет решать, когда и где копать эти самые укрепления. Эта армия копает. Если вы думаете, что это копают пчеловоды из-за Львова, то нет. Эта армия сама и копает эти укрепления. И как-то армейское командование это решает. То есть это вмешательство в решение армейского командования. И даже, вы знаете, и даже Конгресс США как бы сам, наверное, пускай порешает без вмешательства или Латынина. Ну это ладно, пусть Конгресс. Пусть такой же жительман из Конгресса в своем обозрении наезжает. Правда? Но я вам вот в качестве, так сказать, ответной меры. Укрепление на Авдеевском направлении. Спикер Таврии. Это группировка наша Таврия. Дмитрий Лиховой обнародовал, обнародовал. Флота инженерно-фортификационных сооружений на Авдеевском направлении. И призвал всех в своих оценках руководствоваться не политическими симпатиями, а фактами. И что-то вот правда мне, ну слушайте, ну кто слушал в последнее время Юлию Латынину? Ну это сплошной просто наезд на нашу власть, на украинскую, на Зеленского. Перевыборы надо устраивать было. Неправильно жену не туда отправил, не тот там выкопал. Что там еще, с коррупцией неправильно боролся? А у вас все нормально с президентом? У вас Путин президент вообще-то? Он в розыске. Может вы его сначала уговорите своего президента сдаться правосудию в ГАГу? А потом нам будете давать нашему президенту советы? Ну как-то логичнее будет, нет? Вот как говорит Лиховой, заметьте, не Шетельман, а Лиховой, военный человек. Собственно, кто отвечает за это? Спикер оперативно-стратегической группировки Таврия. Руководствуйтесь, пожалуйста, не политическими симпатиями, а фактами. Все, заметьте, человек выложил честно в Фейсбук, да? За последнюю неделю лично побывал на оборонительных укреплениях в четыре разные точки в Авдеевском направлении. В частности, в двух километрах до тогдашней линии боевого соприкосновения, в красной зоне. Результат, говорит, на обнародованных фотографиях. Обнародованных. Ну, зайдете к нему в Фейсбук, я фотографии вам пересказать не могу. Укрепления. Я не могу сказать, хорошие они или плохие. Я же не Латынина. По словам Лиховия, в значительной степени укрепления уже построены. Частично, чуть дальше от передовой, их еще строят. В зависимости от линии это делают либо областные администрации, либо гражданские подрядчики строительной компании, государственная служба транспорта, либо инженерные части сил поддержки вооруженных сил Украины, инженерные подразделения механизированных иммунитопехотных бригад. Были и есть определенные организационные сложности. Нехватка людей, средств, некоторых материалов и вооружений. Близость линии фронта. Вообще-то попробуйте под огнем покопать. Но есть и результат. Активные работы по строительству укрепления начались в декабре 23-го года. И велись еще до выхода украинских войск из Авдеевки. А после вывода стали более активными. Следует понимать, что в прошлом году проходила наступательная операция. И по словам вот этого военного, военное было немного недосооружение инженерно-фортификационное. Понимаете? Ну и остальной текст там зачитывать не буду. Захотите сами найдете. Человек выложил фотографию и все рассказывает. Вот его можно служить по этому вопросу. Он за эти слова отвечает. Доберемся мы обязательно сегодня и до вчерашнего обстрела, выстрелов вчерашних по президенту. Попытки возможно убить президента Украины со стороны россиян. Но так как новость уже несколько протухла за сутки. Вчера просто это случилось. Я вчера знал про это, когда записывал ролик. Но еще не было доказательств, подтверждений. Я не стал, чтобы не наводить панику. Потому что тогда было только из какой-то греческой газетки. Поэтому вчерашний выпуск не вошло. Сегодня уже так попозже поговорим. Пока идем на фронт. 1160 россиян. Убиты и ранены за вчерашний день. 17 танков. 51 БТР. 42 артиллерийских орудий. Ну снова прям цифры не меняются. В смысле они большие. Есть жертвы среднемирного населения. Вот КАБом. То есть управляемой авиабомбой. В Харьковской области убит один человек гражданский. В Херсоне раненые в результате артобстрела. Ну и про пятерых убитых в Одессе вчера я расскажу отдельно. Это видимо какая-то немножко отдельная история. Наши успехи. Наши успехи. Наши успехи. Ну во-первых джекпот сорвал Штельман практически. Та-та-та-там. Я считаю сейчас у вас появится прямо сию секунду появится повод подписаться на канал Штельман. Поставить лайк мне. Помните сколько раз. О сколько раз твердили миру. Некоторые Штельманы. Что у нас есть замечательные объекты на территории Российской Федерации. Которые мы просто обязаны бомбить беспилотниками и всеми доступными средствами. Это военные училища. В центрах больших городов находится военное училище. Замечательно. Сладчайшая военная цель. Просто лучше не придумаешь. И что вы думаете. Да. Именно сегодня. Каким-то способом. Уж не знаю. Видимо попали мы беспилотничком. По командному. Сейчас скажу. Казанскому высшему танковому командному училищу. И оно горит горит и горит синим пламенем. Вот. Но это прямо отличная цель. Я считаю. Можно сказать даже что это благородная цель Казанской высшей военно-технической училища. Танковое извините училище. Почему. Ну смотрите. Там учатся люди. Которым там 16, 17, 18 или сколько там лет. Так. Они еще не успели стать военным преступником. Они пока просто военнослужащие российской армии. То есть когда они гибнут от наших бомбардировок. Они не попадают в списки военных преступников. Они просто как жертвы войны. Все нормально. Легитимно вполне. Потому что он же военной формы Российской Федерации ходит по этому училищу. То есть он легитимная военная цель. Важно что. Что. Эти люди не успеют совершить военных преступлений. Не успеют оказаться на территории Украины. И погибнут еще невинными вполне себе ангелами. Если что. Может даже попадут не совсем в ад. Ну какой-то такой. Middle place. Не знаю. Да. Ну среднее что-то. Так что наконец-то прислушались ко мне. Казанское высшее военное танковое училище. Стало первым военным училищем. Которое наши чем-то поразили. Ну и продолжили мы историю с металлургическими комбинатами. Я вчера точно абсолютно вычислил смену нашей тактики. Что брались мы сначала за НПЗ. Это было начало. Ну где-то январь месяц. А в феврале когда стало ясно что НПЗ они прикрыли слегонца. И мазутные всякие склады. То мы стали бить по металлургическим комбинатам. Найдя в них слабые места. Вчера мы. Меткомбинат где мы обрабатывали это в Курской области. До этого 24 числа Липецкий металлургический комбинат. Новолипецкий. Ну а сегодня Череповец. Северсталь. Череповецкий металлургический комбинат. Северсталь. Вот кстати горжусь. Лично там бывал. Выступал там с концертом. Когда был в пятом классе. Думал ли я. Выступая в пятом классе. На концерте. В день. В памяти. 286 ленинградской краснознаменной стрелковой дивизии. Ну так получилось. Читая стихи. Что я буду радоваться. Что этот комбинат будут бомбить. Беспилотниками. Представляете себе да. А те наверное уже умерли. Ну ветераны 286 краснознаменной стрелковой дивизии. Сантылов, Розов и Соловьев. Как сейчас помню. Но это стихотворение моего. Которое я должен был зачитать перед строем. Сантылов, Розов, Соловьев и сын полка отважный. Пусть отзвук вражеских боев напомнит песня наша. Ну и дальше мы пели какую-то песню. И вот сегодня Череповец разбомбили. Значит уничтожена доменная печь прямо. То есть все там очень хорошо. Местные жители сообщают о взрывах. Значит что еще. Ну говорят что пострадавших нет. Но это все время говорят что пострадавших нет. Но факт что вывели из строя доменную печь. Так что первое. Военная промышленность Российской Федерации меньше получит металла. А как говорил этот самый Маяковский. Вы говорите розы. А я на них срал. Стране нужны паровозы. Стране нужен металл. Вот металл и х**. Давай теперь вам. Потому что. Мы разбомбили одну доменную печь в Северстале. Но еще один есть нюанс интересный про Северсталь. Кто не помнит. Может кто и помнит. Я рассказывал вам что. В Германии. Пару-тройку лет назад. Опубликовали книгу восхваляющую Путина. Как великого гения человечества и так далее. Вернее за пару-тройку лет до войны это произошло. Написал я какой-то известный немецкий журналист. Фамилию которого я не помню. Ну типа как. Написал потому что он очень интересуется. Верит в Путина вообще. И так далее. И вот уже сейчас во время войны выяснилось. Что он написал это не потому что верит в Путина. Интересуется и так далее. А потому что владелец Северсталя. Вот этого самого металлургического комбината. Алексей Бордашов. Лично выдал ему 600 тысяч евро. За написание этой книги. Теперь издательство требуется от автора. Гонорар обратно вернуть. Скандал. Его теперь не считают больше журналистом. А считают русским пропагандистом. Все нормально. Но вот понимаете почему нужно таким способом бомбить комбинаты этих русских олигархов. Чтобы им нечем было финансировать преступную деятельность России за рубежом. Вот на 600 тысяч всяко сегодня обеднел этот товарищ. Да. Мордашов. Я думаю что на 600 миллионов не обеднел. Но миллионов на 6 хотя бы. А может на 60. Я не знаю сколько стоит доменная печь. Вот этим никогда сильно не интересовался. Кстати кораблик который мы потопили позавчера Сергей Котов стоил 65 миллионов долларов США. Ну это так. Для справки. А вот на снаряды. Для. Которые нашла Чехия. Которые нашла президент Чехии. Денег нужно было гораздо больше. Вы помните. На этом самом. Мюнхенской конференции по безопасности. Радостной новостью. Охорошил нас. Петр Павел. Петр Павел. Петр Павел. Сказал что он нашел для Украины 800 тысяч снарядов. Которых мы так нуждаемся. Нашел в странах. Ну в третьих странах. Скажем так. Вне Европы. И готов их закупить. Если ему дадут деньги. То есть. Чехия будет закупать. Петру Павлу сейчас. Это самое отстегивается. Ну не лично. Понятное дело. А через бюджет. Вот приезжал Макрон. Вчера отстегивал прямо на этот проект. И как выяснилось сегодня. Чехия. Нашла почти все деньги. Необходимые для реализации этого проекта. Об этом сообщил Блумберг. Позже на этой неделе состоится отдельная дискуссия. Министров обороны и иностранных дел ЕС. На которой будут обсуждаться детали. Точные сроки будут зависеть от контрактов. Обязательства. Графика поставок. И могут сместиться. Но снаряды могут быть доставлены Украину. В течение нескольких недель. Поскольку почти все деньги уже собраны. Кто их дал эти деньги? Деньги дали. Кроме Чехии. Германия. Франция. Польша. Канада. Нидерланды. Дания. Латвия. Литва. Спасибо вам. Спасибо вам. Жители Германии. Франции. Польши. Канады. Нидерланды. Дания. Латвии. Литвы. Я уверен, что вы меня сейчас смотрите. Прямо вот в Берлине. В Париже. В Варшаве. В Оттаве. Это я забыл как столица Канады называется. В Оттаве. В Амстердаме. В Копенгагене. В Риге. И в Вильнюсе. Вы нас смотрите. Спасибо вам. Благодаря вам. Теперь. У Украины появится 800 тысяч снарядов. Из них 500 тысяч. Это будут крупнокалиберные. Снаряды 155 миллиметров. И еще 300 тысяч. 122 миллиметра. Но чтобы вы понимали объем сделки. Ну грубо. Каждый снаряд до войны стоил 3000 евро. Большой. Крупнокалиберный. Сейчас говорят подорожал. Но в то же время подорожал процент на 20. То есть 3600. Но в то же время эти 122 миллиметра они же подешевле наверное. Поэтому я думаю округленно 2,5 миллиарда долларов. 2,5 миллиарда долларов. Это дополнительно ко всем прошлым помощям. Еще сейчас эти страны смогли собрать. И мы ждем эти снаряды с нетерпением на фронте. Ну не мы, а те кто на фронте ждут. А вот кое-что те кто на фронте получат благодаря вам дорогие мои. Вчера стоило мне даже не объявлять сбор. Помните я специально вчера сказал. Я не объявляю сбор на ткань для пошива нестандартного размера формы. Большой для высоких людей, широких людей, здоровых людей. Вот и так далее. И вот наши девушки из общественной организации, волонтерки, которые это фьют. Они попросили собрать для них 100 тысяч гривен на ткань для этой формы. Я решил, что я не буду объявлять сбор на канале Штельман и сделал это просто в телеграм канале. Телеграм канал Штельман с Киева. Я там дал номер банки. И у нас на канале ничего, как вы помните, не давал. Что вы думаете за сутки, которые прошли с тех пор? 187 тысяч гривен. 187 тысяч. То есть почти в два раза больше, чем просили девушки. Еще одни сутки действует банк. Поэтому, если вдруг вы хотите все еще, то на телеграм канал Михаила Штельман с Киева. Ссылка внизу. Заходите. И там последний пост. Это как раз с этой банкой. Других способов задонатить сразу скажу нет. Мне писали многие люди. Вот пишут человек, я пенсионер. Я могу только там из привата перевести. Ну в другой раз значит. Спасибо вам большое за то, что вы решили тоже помочь. Несмотря на то, что у вас там все ограничено в средствах. Не надо. Ну, для себя приберегите деньги. Если что, потом что-нибудь. Способ единственный. Вот сейчас в этот раз только через эту банку монобанка. Другого способа не предусмотрено. Вот. Было. Так что и без того, чтобы давать линк на канале Штельман, сумасшедшая сумма пошла туда. И вот благодарственные письма нам из этой организации. Дюжо дякуемо. Мы не подведемо ни хлопчиков, ни хлопчиков, ни вас. Будемо працювати, пока в том буде потреба. Мы не покинемо свою землю, навіть під страхом смерти. Віримо, віримо, віримо в Украину. Вот следующее оттуда же послание из этих же девушек. Я уже и плакала, и руки затряслись. Эта девушка пишет, когда она увидела сумму, которую вы пожертвовали. Поймите, они хотели сто тысяч гривен, они не верили, что можно забрать сто тысяч. Когда за сутки увидели сто восемьдесят семь, то вот такое. Я уже и плакала, и руки затряслись. Вы не представляете, как нам сейчас. Мы уже артикулы тканей выписали. А одна наша девочка, которая больше года вязала носки, работает в оптике и видела вас с котиком. Я не знаю, где в оптике, я в оптику котиков вроде не носил, хотя может и носил. Спрашивает, почему вы молчали, я бы тоже попросила. Я не знаю про что это. У меня самые лучшие люди, и мы теперь у вас в долгу. Рады будем видеть вас у нас, спасибо сердечное. Вот видите, у вас в долгу. Не у меня, конечно, а у вас, дорогие зрители канала Шетельман. Поставьте лайк мне, я его передам этим девушкам. Ну и переходим все-таки к вот этой истории про вчерашний обстрел президента Украины. Российская ракета в Одессе взорвалась в 500 метрах от Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Если кто-то смотрит меня в Афинах, в Пиреусе, в Волосе, не знаю где еще, какие там еще городаты бывают, в Каппадокии, то обязательно исправьте, если я неправильно высказал ударение. Я говорю Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции. Вот они вместе с Зеленским путешествовали по Одессе, причем по Одесскому порту. И в этот момент Россия ударила баллистическими ракетами. Кстати, возможно, северокорейскими. Тут точно неизвестно. Вот если бы реально убили, не дай бог, премьер-министра Греции северокорейской ракетой. Греция нанесла бы удар по Северной Корее или нет, как вы думаете? Не знаю, вопрос для меня. По словам источника СНН, сопровождение, которое перевозило лидеров, почувствовало на себе последствия удара, и группа увидела грибовидное облако дыма. Вот такие вот там были дела. Зеленский часто пишет, говорит СНН, совершает рискованные поездки на линию фронта и приветствовал десятки мировых лидеров в Украине за более чем два года войны с Россией. Вот интересно, после этого решаться сейчас к нам продолжать ездить мировые лидеры, после того, как премьер-министра Греции россияне решили убить. Ну, то есть, ради того, чтобы убить нашего президента, они решили, ну, подумаешь еще о премьер-министра Греции. Изменит ли это какое-то решительное, столь, отношение Европы к этой ситуации, мне вот непонятно. Ну, вы поняли, кстати, наше командование, наши силы безопасности сказали, что это не было прямым покушением на Зеленского, что какая-то там была другая цель, какие-то зерновые терминалы похожи. Ну, это я уже не знаю, это то, что сказали нам. Но, вот, например, Шарли Мишеля возмутил российский удар по Одессе, когда там были Зеленский и Мацатакис. Он прямо так и сказал. Он сказал, сейчас скажу, что он сказал. Это является еще одним признаком трусливой тактики России в ее агрессивной войне против Украины. Это достойно осуждения. Осуждение. Достойно это. Попытка убить президента легитимного. Это достойно осуждения. И это даже низко. Низко. То есть, не высоко. Это низко. И ниже, чем Кремль поступает обычно, сказал Шарль Мишель. Не, ну, это убедительно. Прям слова не мальчика, но мужа. Правда? Сильное заявление. Сильный политик. Сильное заявление. Это было низко то, что вы делаете, товарищ Путин. Низко. У меня встречный вопрос возникает. Путин вчера был в Сочи. Сегодня он в Краснодаре. Я как бы ни на что не навекаю. Сочи. Краснодар. Вот если бы мы, ну, по зерновому терминалу там, в Сочи. И случайно. У нас бы одобрялся или нет? Шарль Мишель и все остальные. Ну, это же как бы, м? Или не м? Интересно мне. Не знаю. В результате российского удара по Одессе погибли пять человек. Причем об этом сообщил, по-моему, сам президент даже вчера. Ведутся следственные действия, бла-бла-бла-бла. Ну, подозреваю сильно. Тут я не знаю, конечно, правды, но что это как-то связано. То есть, что кто-то из кортежа или что-то такое. Из тех, кто охранял периметр, что ли, всех этих событий. Потому что мы не знаем и не совсем все понятно, что откуда эти пять жертв наших взялись. Ну, что есть, то есть. Ладно. Вслед за тем практически подвигом, который совершил президент Чехии, найдя вот эти снаряды и найдя способ собрать на них деньги, у нас еще один появляется скромный герой. Это Кэмерон. Джеймс Кэмерон. Джеймс? Нет, не Джеймс. Джеймс Кэмерон нам вообще не герой. Он просто снял «Титаник». А появился Дэвид Кэмерон. Кстати, а чего Джеймс Кэмерон не едет? Кстати, Джеймсу Кэмерон сейчас в Украине самое место. Вместо этого все время приезжает Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании, он же бывший премьер-министр. А время-то приезжать уже Джеймсу Кэмерону. У нас под водой такие тут дела, подводный мир можно снимать. Тут столько «Титаников», штук двадцать пять «Титаников» разного размера. Любого. Хочешь сколько столько снимай. Угу. Причем, заметьте, на каждом из «Титаников» что на этом Сергей Котове, что на этом «Цезарь Кунников». Любовных сцен просто миллион каждый день, я уверен, происходит. Ну, вы поняли. Российская же армия-то. Национальная трагедия России практически. Это любовные сцены на кораблях. Да. Но пока есть у нас Дэвид Кэмерон, и он оказывает нам реальную помощь. И Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании, сделал новое заявление. Сейчас я вам зачитаю. Не падайте со стула тех, кто разбирается в экономике. Значит. Великобритания готова передать Киеву все, все замороженные активы российского Центробанка в виде займа с учетом того, что после окончания войны России придется выплачивать репарации. Я продолжу сначала само заявление, потом поясню. Вы пока сосредоточьтесь и просто подписывайтесь на канал «Штриман», ставьте лайки, а я зачитываю. Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или долгового обязательства, которое, по сути, используют замороженные российские активы в качестве залога, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия заплатит репарации. Итак. Значит. Вернуть кому? Вернуть россиянам. Все нормально. Вот есть сумма денег. Сколько? Сейчас я вам скажу. Примерно. И где-то здесь было. В Великобритании, по неофициальным данным, тут официально нет. Мы знаем, сколько всего заморожено активов Центробанка России по 300 миллиардов долларов. Но мы не знаем раскладку, сколько в какой стране, сколько в какой юрисдикции находится. Вот неофициально, ну банковская тайна все-таки, неофициально 25 миллиардов пунктов, то есть 32 миллиарда долларов, 32 хранятся в Великобритании. Напомню, что то, что мы сейчас пытаемся получить от США, пакет помощи, в нем он 60, из них военная 44 или 47. А тут есть 32 готовых миллиарда долларов. Ну так-то, соизмеримо с американским потенциальным пакетом, из-за которого мы Авдеевку отдали. 32 миллиарда долларов лежат в Великобритании. Они арестованы. И что говорит Джеймс Кэмерон? Что он, ну не он, британское правительство разработало механизм следующий. Что они нам дадут эти 32 миллиарда, все в полном объеме. А мы подпишем бумагу, что, ну даже как бумага, они выпускают облигации к слепосте, путать вас не буду. По сути, мы подпишемся к бумагу о том, что когда мы получим репарации от России, мы из этих репараций 32 миллиарда отдадим Великобритании. И получится как? В Великобритании, у нее лежат 32 российских миллиарда. Она берет свои 32 миллиарда и выдает нам. Те 32 остаются у нее как залог. Да? Мы, в свою очередь, за эти 32 миллиарда остаемся должны Великобритании, но только когда получим репарацию от России. И когда репарация Россия выплатит 32, она же как бы обратно, то есть эти 32 миллиарда перейдут уже обратно в Российский Центробан. То есть деньги так по кругу. И все. Получается, сейчас Россия должна заплатить прямо сейчас за все будущие наши снаряды, пушки, танки, все, что мы сейчас будем покупать. Мы можем покупать это у Америки, это оружие, которое нам собирались давать бесплатно, можем его купить. Но за деньги россиян, который Россия потом просто оплатит это оружие. Но это удобно брать в кредит. Брать в кредит под будущие выплаты от России это очень удобная история. Да? Мы сейчас берем в кредит на то, чтобы сейчас уничтожать россиян, а потом россияне от нас заплатят, кто живой из них останется. Вот понимаете, мы берем на то, чтобы уничтожить 500 тысяч россиян, тех, кто на оккупированных территориях, 250 тысяч мы уничтожим, а остальные 250 потом поработают и расплатятся за то, чем мы убивали эти 250, которых мы убили. Ну, мне кажется, хорошая вполне рабочая схема. Ну, спасибо. На самом деле, конечно, спасибо Великобритании. Вот весь Евросоюз, например, он сейчас рассматривает вопрос не о том, чтобы выдать нам в Евросоюзе гораздо больше денег, там 100 миллиардов или сколько-то, мы не знаем. Но они готовы нам выдать только прибыль от этих активов. Лежат российские активы, приносят проценты, дивиденды и так далее. За год это 4 миллиарда долларов. Они готовы нам эти 4 миллиарда долларов отдать. Ну, как готовы? Рассматривают вопрос. А Великобритания готова отдать все. По-моему, это вау-эффект от выхода Великобритании из Евросоюза, как вы понимаете. Будь Британия в Евросоюзе, она бы прямо сейчас другими бы делами занималась. Была бы в одном пакете, шла бы с Европой. А так вот такая у нас хорошая появилась надежда. В неожиданную страну я сейчас нас отправлю снова в Чехию, мы вернемся, точнее, в Словакию. Еще один конфликт разгорается. Еще один. Мало нам франко-прусской войны. Теперь еще конфликт между Чехией и Словакией. Значит, что произошло? Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил, что чешско-словацкие межправительственные консультации не состоятся в ближайшие недели или месяцы. Так как Чехия не считает их целесообразными из-за значительных разногласий. Чехия и новое правительство Словакии, это тот самый Фицу, честь семьи Фицу, имеют разногласия во внешнеполитических вопросах, в частности, относительно войны в Украине. К примеру, на вторую годовщину полномасштабной войны Фицу заявил, что война началась с разгула украинских неонацистов. И вот после этого заявления Фицу, чехи сказали, мы со Словакой больше ничего иметь не будем. Чехов не любил Словаков, как известно, из русской культуры. Вот такое происходит. Совет Фицу в ответ говорит, мы отмечаем, что чехское правительство решило поставить под угрозу наши отношения, только потому что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине, в то время как Словакии открыто выступают за мир. Вот понимаете, куда это я клоню? Чехи и Словакии были одной страной. Все были уверены, что это один народ, кроме видимо самих Чехословак. Никогда мы не слышали, чтоб Чехи и Словакии вроде как воевали между собой, но это мы со стороны. Мы, люди для которых, так сказать, ну мы-то великий советский народ, а там какие-то Чехословакии, Чехословакии, Чехословакии. И вдруг ни с того ни с сего, как нам тогда казалось, Чехи и Словакии разводятся, как-то говорили миром, развелись. То есть они разделились, сначала была Чехословацкая республика, потом она стала называться Чешская, черточка, Словацкая республика. А потом, году, по-моему, в девяносто шестом или седьмом, с первого января, они сказали, мы теперь две разные страны. И все, мы уже привыкли. Сейчас кто помоложе, кто родился там последние 30 лет, уже и не помнит, что это была одна страна, типа, как это Чехия, это Словакия. А ведь была одна. А оказывается, это разные два народа, понимаете, как русские украинцы прям. Чувствуете? Чувствуете? И у меня тревога возникла. В том смысле, что, ну хорошо, сейчас они вот это, на саммит друг к другу не поехали. А не заведет ли их это все к... А? Ну вы поняли. Есть у меня такие опасения? А как им не быть? Мы тоже когда-то расстались с Россией, в общем-то, мирно, да? И даже раздел Черноморского флота был таким, отчасти юмором, все шутили про раздел Черноморского флота, какие-то комедии снимали про раздел Черноморского флота. А оказалось, все по-настоящему. Все гораздо хуже, чем мы думали. И... Вот... Ах... И не начнется ретать. А это две страны НАТО, и что между ними будет? Пока я вам пялил мозги про Чехию и Словакию, случилась великолепная новость. Она случилась прямо сейчас, в момент, когда я записываю это видео. Нет, я не про 378 тысяч подписчиков, и по-прежнему 377 тысяч. Сейчас я вам покажу. Ничего не меняется. Тут все стоит, как вкопанный. Стоил, стоят и стоять будет. Как у Милонова с его подарком на 8 марта. Цветок стоял, стоит и стоять будет. Но нет. Только что мне сообщили, что Швеция официально вступила в НАТО. Поздравляю. Теперь наш с вами номер будет 33-й. Будем кричать, 33-й просит гол, как когда-то кричали на стадионе имени Сергея Мироновича Кирова. Швеция вступила в НАТО, с чем я всех и поздравляю. Только что это прямо произошло. Наш выпуск подходит к концу. У нас осталось буквально две короткие историки. Совсем маленькие. Хотя и не совсем одна из них. Кстати, нет. Начну с НАТО, а потом уже короткую серьезную. Завершать буду сегодня серьезным месседжем. Про НАТО начну, кстати. Но раз Швеция вступила, надо продолжить вечериночку. Мария Захарова заявила, что ядерное оружие в Северной Европе, это она намекала как раз таки на Фермиане и Швеции, станет законной целью при конфликте с НАТО. О как. Еще одна. У них целей что-то количество растет. Во-первых, мне комментатор, который Евроденс его зовут. Здравствуйте, Евроденс. Вы написали вчера. Я вынужден зачитать. Я так не шучу обычно про официальных лиц из России. Ну про Захарова он пошутил. Захарова, видимо, будет забрасывать НАТО пустыми бутылками. Сказал Евроденс. Ну да. Смешно мне показалось такое. Забавная, по крайней мере, шутка. А если серьезно, то количество целей что-то у России прямо растет и растет. Как-то постепенно весь мир становится российской целью. Все мы – цель России. И вообще в мире больше ничего не останется, кроме российских целей. И Луна – цель России, как мы помним, и Марс, и Солнце. И все страны мира. И вот теперь еще ядерное оружие в Северной Европе. Ну конечно оно там будет. А как вы думали, что там не будет, что ли? А кто будет? Чем наносить удар по Москве? По Москве удобнее всего с севера стрелять. У вас там ПВО нет. На юге-то вы одна за свете. Ну и теперь уже окончательно последняя новость. Это про газ. Как вы будете смеяться сейчас. Впервые в истории независимой Украины в этом году Украина не покупала газ на зиму. Вообще. Впервые в истории существования независимой Украины. Впервые справились с собственной добычей. И... Хорошо это или плохо? Вот вопрос, да? В каком смысле? Тут некоторые говорят, что это плохо. Почему? Потому что Украина конечно снизила потребление газа. Всего потреблено за... Видимо за год. Ну видимо за год. Простите. Не подготовился. Думаю за год. Там 19.8 миллиарда кубометров. В прошлом году столько же было. Кстати тоже 19.8. А вот до войны было 28.7. То есть потребление на треть упало в Украине за время войны. Ну логично. Потому что поверьте, что этот Мариупольский, ну там, Азовсталь, Ильича и Коксахим, кстати, Авдеевский потребляли много. А теперь ничего не потребляют. Никакого газа больше. Как вы догадываетесь. Вот это все были потребители газа. И Украина конечно снизила потребление. Но своей добычи то не снизила. Добыча то успешно идет. И теперь получается, что своей добычи хватает полностью. И вот тут я могу только гордиться этой историей. Потому что я помню, как когда-то давно. По поручению не скажу уже кого. А было это 15 лет назад. Ну да, примерно. Я исследовал рынок газа Украины. Исследовал взаимоотношения Украина-Газпром. Был 2009. А я ничего в этом не разбирался до. Я прям полез смотреть цифры. И вдруг я посмотрел цифры того потенциала, который есть у Украины. То есть что здесь можно начать добывать. Изучил месторождения всякие. И я посчитал. Я написал планчик такой. Ну такой он теоретически был пока. Без технологических деталей естественно. Что за 5-7-8 лет можно перейти на собственный газ. Я тогда с ужасом узнал. Это было для меня шок вообще-то. Что оказывается 40% всего что Газпром экспортирует. Он экспортирует в Украину. То есть для него Украина была ключевым рынком. Это они хвастались, что там они продают в Европу. А Украина так чуть-чуть подворовывает. Да нет. Большую часть денег они почти все деньги. Половина денег они получали с Украины конкретно. Почему половину? Потому что белорусы платили меньше. Которые тоже там все на русском газе и так далее. Половину денег Газпрома приносила Украина. Поэтому теперь Газпром стоит шиф с маслом. Потому что Украина газ свой. И вы знаете это достижение с нами останется после войны. Уже никогда Украина скорее всего не будет покупать газ. Это очень круто. Так что как видите и в военное время и в этих мирных отраслях мы тоже делаем большие успехи. Вот так вот так. Вот так вот движемся вперед потихонечку. Поздравляю с наступающим. Нет не поздравляю что вы не собираюсь идти за русским кораблем. Поздравляю. Нет не поздравляю. Нет никого не поздравляю. Поздравляю никого. Поздравляю ничего. Не желаю ничего. Всем пока и до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok